Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов. Сегодня будем проверять сайт MadRobots. Пока что выигрываю я со счетом 2-1. Ну, в смысле, я нашел два товара, которые у них не работают, и один, который работает. Ровно через раз их товары оказываются рабочими. Ручка была не вечная, но пауэрбанк на дровах работал. А пшикалка, противоводяная, оказалась нерабочей. И вот у нас сегодня на обзоре то, что по логике должно оказаться рабочим вариантом. Ручная мини-капсульная кофемашина. Согласитесь, идея клевая. Типа, делать кофе в любом месте, в любое время, без электричества и дополнительных приспособлений. Но так ли это? Сейчас узнаем. Ну, решил я проверить эту кофе-нажимальную машину не один, а со Степой. Степа у нас здесь в Вайлд Джейме работает. Креативщиком. Так что ты креатив давай, вот прям вот, креатив. Все ждут от тебя креативности. Ты знаешь, как, наверное, когда человека объявляют, что он юморист, и он, наверное, сразу же говорит, что давай, давай, юмори. А ты себе думаешь, блин, не одна шутка в голову лезет. Да, да, да. Не просто так, а Степа пригласил. Он большой кофеман. Я, честно, вот во всей нашей компании, во всем нашем офисе, студии, я не знаю, человек, который бы так часто пил кофе, как Степа. Да. Итак, давай, вот сейчас ее первый раз откроем, посмотрим вообще, что это такое, потому что для меня это было удивительно, когда я ее на сайте MadRobots нашел, вот, и я такой прям подофигел. Ну, как так офигеть? Для меня всегда это, ну, некий прибор, который ты вот, ну, при помощи электричества что-то делаешь. А здесь, как я понял, все это работает без электричества. Даже вот без батарейки вообще без всего. Ну, должно, по крайней мере. Так, ну, выглядит это как таблетка какая-то серьезная, капсула. Как колонка. Как колонка, как сабмарина. Это как она там, подводный лод, главное, я знаю английское слово, но еле вспомнил русское, как... Подводная лодка. Подводная лодка, как сабмарина. Ох! Перископ поднимается. Вот он, перископ как раз-таки, да. Ну, да, реально тут как бы все сделано так, что типа это... Так, ну, нам еще нужно разбираться, я так понимаю, это чистилка. Угу, угу. Так, это чистилка, это... Хрен его знает. Это... Блин, я тоже, честно говоря, не очень понимаю, что это такое. Блин. Офигеть, она сейчас полностью разберется. А, вот, вот сюда вставляются капсулы. Вот, теперь ты понимаешь, да? Да. Вот это вот, наверное, типа продавливает ее и что-то дальше. А вода как? Подожди-ка. Ладно, вода, как... Он нагревает же воду, должен нагревать батарейки. Нет, это ход воды. То есть налить горячую воду. Блин, все, я понял. Смотри, вот сюда мы наливаем горячую воду, типа как термос. Вот так вот все закрываем. Переворачиваем вот этой вот капсулой. И чпоньк, чпоньк, чпоньк. Вот в этот вот, да? А, в стакан, да. Да, вот в этот вот стакан чпоньк, чпоньк. И выпиваем. А, ну это такое эспрессо получается. Ну, да, маленькая такая, прям крепкий. Наверное, хотя фиг знает. В идее капсулы уже разные, там же не только эспрессо. Я накупил всяких разных, поэтому вот сейчас есть и лунго, и американо, и что-то. Арабика. Короче, ладно, не суть. Нужна горячая вода, да, сейчас мы это все сделаем. Главное все это, вот, все. Вот так все это выглядит, а мы пойдем наливать горячую воду. Если мы правильно разобрались, то вот держи. Я специально тебе даю. Будешь обжигать мне руки. Да, я буду обжигать тебе руки. А-а-а! Ну, все-таки. Ну, слушай, да, ладно. Вот так вот мы это делаем, да? Насколько я понимаю. Переворачиваю. А, надо будет. А, смотри, как она вытекает из себя, блин. То есть, короче, там нельзя много наливать. Ай! Ла-ла-ла. Вот прям очень маленькую порцию. Ага, да. Ну, это и есть как бы эспрессо. Да, хорошо. Дальше мы этот стакан держим. Ты будешь у нас как кофеман пробовать. Вот сюда мы добавляем капсулу. Вот смотрите. Я же правильно все делаю. Не говорите, что я криворукий, кривожок. Ох, как это все волнительно-то. Как тебе? Может быть, по размеру не подходит еще, а? А разные капсулы? Вообще капсулы, да, разные. Они же там для разных кофемашин, но любопытно. Я же правильно все делаю? Да, правильно. Там уже просто... Там по-другому просто и не сделать. Хотя она в любом случае должна начать хотя бы закручиваться. Ну вот. Во! Все! Мы закрутили. Теперь переворачиваем. Эту хреньку мы и делаем. И давай нас насасываем. Так, ну вроде 8 нажатий было. Все ждут чуда. Я выдавлю кофе из камня. О, есть! Есть! Хм! Слушайте, это... Блин, ну это мучает. Честно вам скажу. Я уже сколько раз это сделал. Запах пошел. Запах пошел. Блин, мне ощущение, что я корову даю. Блин. Блин, ну это я вам скажу. Это прям мучительный процесс, блин. Чтобы выдавить одну чашку кофе. Обычно кофе пьют, чтобы проснуться. Но пока ты сильно давишь, то ты уже, мне кажется, сделаешь по-моему, такую немалую физическую нагрузку. Кофе уже не понадобится. Офигеть. Ну в принципе, ну ладно. Я согласен. Так с собой в поход взять норм тему. Ну вроде все. Ну там уже просто вода я такую не закончил. А, ну да. Да, все. Фух, блин. Такой прям процесс. Ну да, Вастек? Включаем Макса Бранда немножко. Ну здесь сразу ощущаются нотки кофе, потому что это же кофе. Немного горячее, потому что мы налили горячей воды. Горячий кофе. Так, ну что, а это что такое? Это я другую для себя готовлю. Давай пробуй. Господи, без сахара. Давай. Ну это эспрессо, да? Это эспрессо, да. Так, ну я еще прям бахну. Бахну, да. Я сейчас буду по сердцебиению. Шторит мне или нет? Нет пульсиометра. Не зря я Степа-то пригласил. Я бы, например, просто попробовал бы. Ну он горький. Если вы когда-нибудь пили эспрессо без сахара, то вот это прям он. Ну короче говоря, это просто тупо от капсул. Сейчас все зависело. Вот эта машинка в ней причем здесь? Она сделала все как надо, да? Ну в принципе да, вода прошла. Степа, я прошу сделать мне. Попробуй сделать каково это. И тоже расскажи о своих ощущениях, как это вот все. Разбираем. Вот что осталось с капсулой перезарядки. Тут даже немножко осталось куда-нибудь ее. А, так ну вставляй. Это же вода, которая это. Ты все равно еще гушаешь. Так, да. Закручиваем. Заливаем водичку. Фу. Наверное, немного. Да. Это вот так. Хотя, знаешь, логичнее в этот стакан наливать. Да, из него уже... Комерно. Ну да. Ну ладно, уж есть, так есть. Попал волос. Его удалить. Да, блин, ладно. Я же буду пить. С руки можно. Еще у нас, кстати, возник вопрос. А сколько держится вот эта вот горячая вода вот здесь вот, типа в термосе? Нигде этого не написано. И мы даже знаем, почему это нигде не написано. Потому что, скорее всего, мало держит. Поэтому они не стали. Вообще, это просто пластиковая штука. Да. Обычно в термосах там отражающая поверхность какая-то. Стекло или железо. Ну да, стекло или железо. Но вот сохраняя температуру. Назначение так же смысла, я не понимаю, этой штуки. Ты залил горячей водой на минут 40, она уже остыла. И ты пока куда-то доехал, захотел выпить кофе, будешь пить холодной. Либо тебе нужно иметь еще термос. С горячей водой. С горячей водой, да. А хотя, тем более, это на разок. Вот прям не... Прям выпить на раз. Не знаю. Так что давай пробовать. Ты пока пробуешь, я пока подумаю вот применение. Где можно применять? Ну, с собой в машину можно, да, взять? А не проще ли просто уже приготовить дома и в стакан, знаешь? Притом вот эти стаканы некоторые, они даже наоборот держат. Ну, типа... Ну да, термокружки. Что еще применять? На природу. Ну, опять же, на природу, когда ты берешь, ты тоже можешь сделать себе, в принципе, в стакане и все это с собой взять. Ну, короче, не знаю. Немножечко, конечно, странный прибор в плане того, что в плане применения. Непонятно, куда его применять и где. Если вы гигантский любитель просто капсульных кофе, то, возможно, да. Вот, возможно, тогда, да, вам нужна эта вот штука. Но, знаешь, сколько стоят эти капсульные машины? Так, сколько? Я думаю, 1012, наверное, стоит. Да это же дешевле. Да, меньше, до 12, это я сказал. Подождите, сейчас, давайте посмотрим, сколько стоит так ходить на эспрессо. Так, ну, мне кажется, все. Слушайте, если девушка будет себе брать, так она не знаю, как она себе будет накачивать, потому что достаточно прям тяжело идет. Блин, капец, Степа. Ну да, вполне себе за 4000 можно взять капсульную. Тут можно ваш кофе-машину купить за 3900, блин. За 4 вот есть. Офигеть. Но это, может быть, чисто вот подойдет, я не знаю, есть еще, до сих пор нет, какие-нибудь староверы или люди, которые не пользуются технологиями, электричество отвергают. Да, но при этом он капсул, мне нужны капсулы. Короче, серьезно, я не знаю, куда его применять. То есть это рабочий вариант, все как надо. Молодцы, не обманули, но зачем он? Как подарок, может, подарок тоже как-то странно. На тебе, мучайся, да? Ну, хотя, с другой стороны, вот, молодцы сделали, но что здесь конкретно прям такого изобрели? То есть, и так было понятно, что... Из-за того, что ты кофе готовишь без электричества, без батареек. Ну, это да, но я имею в виду, и так этот принцип был понятен, но ничего сложного нет. Просто, мне кажется, никто это не изобретал, потому что... А зачем? Это не нужно. А зачем? За дорогу ты это не возьмешь. Ну, то есть, я не знаю, в обычную термокружку заполнить кофе, если в поход, ты можешь взять с собой просто обычный растворимый кофе. Молодцы даже можно взять с собой в поход. Мы вам показали все как есть. Вот, вы сами все видели, а дальше уж сами решайте, нужно это или не нужно. И, пожалуйста, возможно, мы что-то не учли, и напишите в комментариях ваше мнение, где и как можно применять вот эту вот мини-прессу НС. С вами был Костя Павлов, Степа. Ссылочку у тебя ставить в комментариях? На мои 100 подписчиков. Будет 120. 120, давай. Давай, тебя. А сейчас, бац, придет, все полтора миллиона там подпишутся и... Не работает. С вами был Костя Павлов, Степа, и мы все проверяем на себе. Костя Павлов, Степа, и пока.